Добрый день, дорогие друзья! 29 ноября отмечается День Тамбовских Героев. 29 ноября 1941 года была зверски замучена и казнена наша землячка, Герой Советского Союза, Зоя Анатольевна Космодемьянская. Она первая из женщин, получившая в годы Великой Отечественной войны высокое звание Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны Тамбовская область проводила на защиту Отечества четверть проживающих на ее территории жителей – 450 тысяч. Более 9 тысяч из них – женщины. Около 250 тысяч тамбовских солдат погибли на фронте. Тамбовчане проявили в боях с врагом невиданную стойкость и мужество. Всего за годы войны боевыми орденами и медалями СССР и других государств награждено свыше 100 тысяч наших земляков. Около 400 уроженцев Тамбовской земли стали в годы Войны Героями Советского Союза. 50 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Сегодня я хочу рассказать о тамбовчанах-героех, которые отдали свои жизни за освобождение нашей страны от фашистов. Всем вам знакомо имя Зои Космодемьянской – нашей землячки. Жизнь ее была короткой, но ясной и чистой. Не человеческие муки выпали на ее доме. Зоя родилась 13 сентября 1923 года в селе Осиновый Гаи Тамбовской области. Росла, как и все деревенские ребятишки, балабуйкой и веселой. В шесть лет научилась читать. С детства вела дневник. В 1931 году семья Космодемьянских переехала в Москву. Зоя и ее младший брат Шура пошли в школу. Зоя хорошо училась, была сдержана, дисциплинирована, награждалась похвальными грамотами. Особенно любила литературу, много читала, мечтала стать писателем. Зоя успешно окончила 9 класс, перешла в 10, но началась война. С началом войны Зоя добровольно вступила в ряды Красной Армии и была направлена в диверсионно-разледовательную группу, которую вскоре забросили в тылу врага. Основной целью этой группы было уничтожение путем поджога ряда подмосковных населенных пунктов, в которых находились захватчики. Участники диверсии были предупреждены о том, что все они могут быть убиты. К сожалению, так и произошло. Космодельянская успела поджечь три дома, в одном из которых расположились фашисты, сожгла их транспорт. Во время второй попытки поджога домов в деревне Петрищево, 28 ноября, Зоя Космодельянская была схвачена немцами. По словам местных жителей, во время допроса Зои раздели и пороли ремнями. Немецкие солдаты убили ее кулаками, подносили к лицу зажженные спички, проводили по ее спине пилой. Другие видели, как приставленный Космодельянской часовой на протяжении четырех часов водил ее босой в одном белье по улице на морозе. Пьяные солдаты тушили об нее окурки. Никто в точности не знает, каким еще надругательством и мучением подвергалась девушка. Своих товарищей она не видела. Стойкость при допросах и пытках проявленной Зоей поразила гитлеровцы. 29 ноября Петрищева казнили юную партизанку. Еще месяц ее тело висело и подвергалось издевательствам. 27 января 1942 года в газете «Правда» появился очерк о подвиге московской школьницы Зои, ее мученической героической гибели Петрищева. Вскоре о ее мужестве и героизме узнал весь мир. 16 февраля 1942 года в газеты напечатали указ Президиума Верховного Совета о присвоении Зои Космодемьянской звания Героя Советского Союза посмертным. Сероглазый сентябрь разгорается, дарит миру просветы свои. И как осень и небо, живая, в сквере праздничном Зоя стоит. Лист в огряной ей под ноги ляжет, дождь слезинкой скользнет по щекам. Не погибла, смотрите, и даже улыбается юная нам. И шафот стал ее и дисталом, а теперь за спиной ее храм. Ты врагам ничего не сказала, все сказав тем молчанием нам. Мария Знобищева не погибла. Более подробно узнать о Зои Космодемьянской вы можете из книги «Ты осталась в народе живая» составитель Иван Овсяников. Тамбовчане помнят и других героев-соотечественников. Александра Космодемьянского, танкиста 350-го вардейского самоходно-артиллерийского полка, героев Советского Союза, посмертно. Степана Тайкальского, командира 322-й стрелковой дивизии, участника битвы за Кольск, героев Советского Союза, посмертно. Тамару Герунец, уроженку села Козываль, добровольно ушедшую на фронт и посмертно награжденную орденом Отечественной войны 1-й степени. Василия Глазкова, генерал-майор, погибшего в уличных боях за Сталинград. Он был одним из тех, кто встал у стен города на Волге, чтобы не пропустить врага. Герой Советского Союза, летчик-истребителя, младшего лейтенанта Петра Харитонова, уроженца села Княжево, Маршанского района. На шестой день войны он совершил таран немецкого самолета под Ленинградом. Виктора Стрельцова, уроженца города Маршанского, и Алексея Познякова, уроженца села Тулиновки, летчиков 95-го истребительного авиационного полка, героев боев на Заполярье. Они уничтожили десятки вражеских самолетов и кораблей. Звание Героя Советского Союза Виктору Стрельцову присвоено 22 июля 1944 года. Он также был награжден тремя орденами Красного Знания и медалями. А Алексею Познякову 6 июня 1942 года звание Героя Советского Союза было присвоено по смерти. Якова Муругова, уроженца села Ванови, Маршанского района, участвовавшего в боях на Крайнем Севере и освобождении города Петсама, Героя Советского Союза. Муругов также освобождал норвежский город Киркенес, столицу Польши, Варшаву. Войну закончил в Берлине. Александра Пасконкина, Героя Советского Союза, с которым неоднократно встречался Александр Трифонович Вардовский. Поэт навечно запечатлел подвиг героя в поэме Василий Теркин, глава о герое. Как-то в госпитале было, день лежу, лежу второй, кто-то смотрит меня в затылок, погляжу, а то герой, сам собой сказать, мальчишка, недолеток с Трифонов, и мутит меня мыслишка. Вот он мог, а я не мог. Разговор идет между нами, и спроси я с первых слов, вы откуда родом сами, не из наших ли краев? Смотрит он, а вы откуда? Отвечаю, так и так, сам как раз в Смоленске буду, может, думаю, земляк? Аж привстал герой, ну что вы, что вы, скинул головой, я как раз из-под Тамбова и потрогал орден свой. Более подробно узнать о героях наших земляках вы можете из книг, представленных в нашей выставке. Чем дальше от нас сороковые годы прошлого столетия, тем меньше остается рядом с нами очевидцев и участников тех событий, и тем сложнее беречь эту память. Но герои, как известно, уходят в бессмертие. Вспоминайте о них, когда будете проходить через дверь Зои Космодемьянской и по улицам Тамара Гернец, Василия Глазкова, Бориса Федорова, Владимира Михайлова, Александра Паскорпина и многим, многим другим. Мы ждем вас в нашей библиотеке. Субтитры создавал DimaTorzok